Вот такое интригующее название. Астробиология. Все мы хорошо знаем, что существует такая наука астрономия, но есть от этой науки ответвления, которые подчеркивают ее особенность. Мы знаем, что существует физика и существует астрофизика, то есть некая физика, но специфически для астрономических явлений. Есть просто механика, а есть небесная механика, что тоже как бы подчеркивает, что она механика в космосе как бы механика, но с какими-то своими особенностями. Ну и вот в последнее время довольно большую популярность в мире, ну и немножко даже у нас, приобретает еще одно такое ответвление, которое называется астробиология. Но в отличие от других наук, то есть небесную механику можно назвать наукой, астрофизику можно назвать наукой, астробиология — это скорее такой комплекс дисциплин, который объединяет в себе и какие-то астрономические аспекты, и биологические аспекты, и какие-то, может быть, даже философские аспекты. И все это связано с нашим очень давнишним желанием найти братьев по разуму во Вселенной, ну или, по крайней мере, попытаться как-то понять, стоит ли их искать, где их стоит искать. Интересно, что до определенного момента, скажем, где-то до начала XX века и даже до первой половины XX века, мысль о том, что космос обитаем, казалась само собой разумеющейся. Ну, я не говорю о каких-то дремучих временах, типа Джордана Бруно, но вот уже где-то XVIII-XIX век обитаемость космоса казалась совершенно ожидаемой, совершенно неоспоримой вещью, контакты со внеземными цивилизациями широко использовались в литературе. Конечно, это не была научная фантастика в современном смысле этого слова, инопланетян там привлекали скорее в качестве какого-то философского эксперимента, но тем не менее сама мысль о том, что куда бы мы ни полетели, мы обязательно там кого-то встретим, была распространена очень повсеместно. И даже вот такой интересный кусочек из научной статьи, опубликованной ученым-астрономом Вильямом Гершелем, Солнце представляется мне необычайно величественной, огромной и яркой планетой. Очевидно, это первое, точнее говоря, единственное первичное тело нашей системы. Всего вероятнее, что оно обитаемо, подобно остальным планетам, существами, органы которых приноровлены к особым условиям, господствующим на этом громадном шаре. То есть, населенность миров вне пределов Земли совершенно спокойно могла упоминаться и в научных статьях, не только в художественных произведениях и каких-то философских трактатах. Конкретно Гершель считал, что солнечные пятна — это проехи в облачном слое солнца, что солнце окружено слоем очень горячих облаков, но под ними скрывается холодная поверхность, которую мы иногда видим через солнечные пятна, и там на этой холодной поверхности тоже обязательно кто-нибудь живет. Естественно, самым большим элементом в этой системе познаний в конце XIX века стал Марс. Началось это все с наблюдений Скиапарелли, итальянского астронома, а потом к ним подключился американец Перси Вэл Ловел. Это наверняка хорошо вам известные наблюдения марсианских каналов. Скиапарелли и Ловел видели эти каналы, рисовали карты, присваивали им названия. Ловел даже иногда замечал какие-то изменения в системе каналов и совершенно неизменно приписывал их наличию на Марсе высокоразвитой цивилизации, которая не просто построила вот такую миллиаративную ирригационную систему, но и постоянно в ней что-то делает, а мы с Земли смотрим. Вот там канала не было, он появился. Значит, они там прямо у нас на глазах, можно сказать, это все дело прокопали. Несколько меньше внимания к себе в этом отношении привлекала Венера, но привлекала тоже, опять же, со времен Ломоносова было известно, что Венера окружена плотной облачной атмосферой. Ну а что такое облака? Облака — это дождь. Значит, Венера — это холодный, влажный мир, скорее всего, доминируемый растениями, в котором человеку будет находиться очень некомфортно. Вот это вот иллюстрация довольно известному рассказу Рея Брэдбери «Нескончаемый дождь». Середина XX века уже ознаменовалась таким некоторым менее романтическим подходом к этой проблеме. Уже об обитаемости планет Солнечной системы так широко речь не шла, но тем не менее совершенно нормально в научных кругах обсуждалась природа марсианской растительности. То есть не наличие марсианской растительности или ее отсутствие, а конкретно ее свойства. И именно в это время, по всей видимости, и было впервые использовано понятие «астробиология». Придумал его ученый из Казахстана Гавриил Адрианович Тихов. Поначалу он использовал термин «астроботаника» применительно к марсианской растительности. Ну вот в конце 50-х годов вышла его книга «Астробиология». Слово было использовано то же самое, что и сейчас, но смысл в него вкладывался гораздо более узкий. Для Тихова не было никаких сомнений в том, что Марс покрыт растениями, и он пытался проводить аналогии, он и его сотрудники пытались проводить аналогии с земными растениями с тем, чтобы понять, какова может быть химическая основа марсианской жизни. Колоссальный всплеск энтузиазма по поводу обнаружения жизни во Вселенной и вообще разумной жизни в частности пришелся на время после запуска первого искусственного спутника Земли. Я думаю, тут те, кто постарше, помнят и всплеск появления научно-фантастических произведений на эту тему и фильмов на эту тему. Вот это вот кто-нибудь узнает, откуда скриншот, какого фильма? Через тернии к звездам. А знаете, да, что тут есть, как сейчас говорят, трибьют фильму «Москва Кассиопея»? Вот он, звездолет Заря летит на Кассиопею. Сейчас как бы странно себе представить, что значит лететь на Кассиопею. Кассиопея — это направление. Ну вот тогда, да ладно, разберемся, летим и все будет хорошо. Правда, понятно было, что полеты к другим звездам, к другим обитаемым планетам — эта штука очень и очень сложная, но, тем не менее, можно надеяться связаться со внеземными цивилизациями. И здесь крупным шагом стало открытие космического радиоизлучения. Оно было открыто в 1932 году Карлом Янским. Он вообще-то не искал космическое радиоизлучение. Он искал источник помех для межконтинентальной радиосвязи. Ну и вот в 1932 году он обнаружил, что один из источников этих помех находится вне пределов Солнечной системы. Теперь мы знаем, что он фиксировал излучение центра нашей галактики. В 1933 году он это сообщение опубликовал. Это, наверное, был единственный случай в истории, когда очень важное, кардинально важное в истории науке открытие было опубликовано в Нью-Йорк Таймс, а не в каком-то научном журнале. Потому что это открытие для астрономов оказалось совершенно неожиданным. И фактически применять его в научной практике астрономы начали только после Второй мировой войны. На протяжении более чем десятилетия никто просто не знал, что делать с этой информацией, насколько она оказалась неожиданной. Но вот в 1944 году уже мною вчера упоминавшийся нидерландский астроном Ян Оуэр предложил своему аспиранту Хендрику Ван де Холсту поискать в радиодиапазоне какие-нибудь спектральные линии. Потому что если в радиодиапазоне, как и в видимом диапазоне, есть спектральные линии, значит к радионаблюдению можно применять весь потенциал инструментов спектрального анализа, и тогда астрономы действительно радиодиапазоном заинтересуются. Иван де Холст такую линию нашел. Это линия, излучаемая атомарным водородом. Есть некий специфический вид излучения или поглощения, связанного с атомарным водородом, которое происходит на длине волны 21 см. Это очень удобная длина волны, она хорошо видна с поверхности Земли, для ее регистрации не нужны какие-то сложные приборы. И в 1951 году при помощи вот такого вот необычного телескопа Харальд Юэн и Эдвард Парсел, американцы, обнаружили, что это излучение из космоса действительно к нам идет. Что это означает? Это означает, что существует некая длина волны, которая очень хорошо видна во всех регионах нашей галактики. Вот так выглядел бы Млечный Путь, полоса Млечного Пути, если бы мы имели возможность видеть ее глазом на длине волны 21 см. Этого излучения много, оно очень хорошо распространяется в межзвездном пространстве, оно беспрепятственно проходит через разнообразные атмосферы, которые мы можем себе вообразить. И неудивительно, что в 1959 году в знаменитой статье Джузеппе Кокони и Филиппа Моррисона эта длина волны была предложена как наеудобнейшее средство для межзвездной радиосвязи. То есть это та длина волны, излучение на той длине волны, которая будет обязательно на определенном технологическом этапе каждой цивилизации обнаружена. Поэтому если мы собираемся ловить чужой сигнал или если мы собираемся сами посылать сигнал, 21 см это наиболее естественный выбор для того, чтобы эту связь осуществлять. Поначалу эта проблематика была известна под аббревиатурой CETI, Communications with Extraterrestrial Intelligence, связь со внеземными цивилизациями, но потом энтузиазм несколько поугас, и сейчас эта аббревиатура звучит как CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, поиск внеземного разума. Но, к сожалению, поиск этот до сих пор никаких результатов не дал. Проводилось ранее, проводятся сейчас различные эксперименты по поиску искусственного радиоизлучения на 21 см и в других диапазонах, но все это безрезультатно. Единственный такой более или менее знаменитый случай — это радиосигнал, зарегистрированный вот на этом телескопе в 1977 году, в августе. Вот это распечатка записи сигнала на длине волны 21 см. Здесь чем больше цифра, чем больше число, тем более интенсивный был сигнал. Когда заканчивались цифры, интенсивность сигнала зашифровывалась буквами. Ну и вот видите, здесь она дошла практически до конца алфавита, до букв QEU. И это настолько поразило наблюдателя, что он рядом ручкой написал «Вау!». Более этот сигнал не повторялся, из той области пространства никакие сигналы больше не приходили, других подобных сигналов не было зафиксировано. Ну и на самом деле не так давно было высказано предположение, что этот сигнал был порожден физическими процессами в Солнечной системе. Он даже не внесолнечного происхождения. И постепенно начало наступать такое отрезвление. Космические полеты к Марсу и к Венере показали, что это миры как минимум неблагоприятные с точки зрения существования жизни, а может быть и просто, как это в случае Венеры, например, имеют место, недружественные. Отсутствие результата во всех попытках зарегистрировать чужие искусственные сигналы. Ну и, наконец, сформулированный в 1950 году парадокс Ферми. Энриго Ферми, суть которого сводится к следующему. Если земная цивилизация не единственная цивилизация во Вселенной, как мы, на что мы, собственно говоря, надеемся, то мы должны ожидать, что во Вселенной есть цивилизации более продвинутые, чем земная. И в этом случае их космические корабли уже давно должны бороздить Солнечную систему. Где они все? Спросил Ферми. И вот все это привело к такому некоторому отрезвлению, к пониманию, что контакт со внеземным разумом, ну, в общем, как-то откладывается. И откладывается в какое-то очень-очень неопределенное будущее. В 1961 году было сформулировано знаменитое уравнение Дрейка. Дрейк попытался все-таки как-то свести в одну формулу ту информацию, которую нам нужно знать, которую нам нужно каким-то образом получить, чтобы мы могли не на уровне энтузиазма, не на уровне каких-то фантазий, а как-то более трезво, более обоснованно судить о наших надеждах на встречу с внеземным разумом. Уравнение Дрейка позволяет подсчитать количество цивилизаций в нашей галактике, с которыми в данный момент времени можно установить связь. Здесь входит величина скорости звездообразования в галактике, которая описывает, как быстро в галактике прирастает количество звезд. Только некоторое количество из этих звезд наделено планетными системами. Далеко не все из этих планет, а только некоторые способны породить и поддерживать длительное существование жизни. Только на некоторых из этих планет жизнь действительно возникнет. Далеко не на всех планетах, на которых возникла жизнь, она разовьется до уровня разумной жизни. Не у всех разумных цивилизаций будет технология, которую можно обнаружить извне. Ну и, наконец, есть предположение, что вот тот этап, на котором цивилизация обладает такой технологией, может быть ограничен по времени. И вот если все эти числа перемножить, то мы получим оценку количества цивилизаций, с которыми можно попытаться установить связь. В этом уравнении нет никакой физики. Это просто, как его иногда называют, очень удобный и компактный способ сформулировать наше потрясающее невежество. Поскольку во времена Дрейка значение практически ни одного множителя в этой формуле не было известно. Я здесь хочу подчеркнуть, что на самом деле нужно очень четко разделять поиски жизни и поиски разумной жизни. Для появления разумной жизни требуется куда более жесткий набор условий, чем для появления жизни вообще. Но об этом может быть чуть позже. И еще одна проблема, о которой нужно помнить, это проблема единственности. Когда мы рассуждаем о предполагаемых условиях для появления жизни, для появления разумной жизни, мы ориентируемся на один единственный имеющийся у нас пример. Это, в общем, нехорошо. Наука очень плохо работает с объектами, которые существуют в одном экземпляре. Вот я такой графический пример привел. Когда у вас есть три точки, вы можете через них провести параболу. Когда у вас есть две точки, вы можете через них провести прямую. У нас есть всего одна точка. С одной точкой ничего, вообще говоря, сделать нельзя. Толково. Ну, еще одна проблема состоит в том, что у нас нет определения жизни. То есть, когда мы говорим, возможно, зарождение жизни, мы вообще, говоря, не очень понимаем, зарождение чего мы хотим. Опять же, у нас есть единственный пример. Да, вот я живой, презентер не живой. Это кажется очевидным. Но когда мы начинаем рассматривать какие-то пограничные варианты, там, вирусы, прионы, уже определение жизни не кажется таким ясным и понятным. И можно ожидать, что, выходя за пределы Земли и за пределы Солнечной системы, мы будем видеть какие-то варианты, про которые просто не сможем дать ответ. Это жизнь или это не жизнь. Но, тем не менее, вот на этом спаде энтузиазма и появлении уравнения Дрейка возникла мысль о том, что, может быть, мы можем попытаться все-таки ответить на эти вопросы, ну, как говорят, исходя из первых принципов. То есть, мы не будем так уж прямо возлагать большие надежды на установление контакта, на отправку каких-то своих сигналов. Вот просто посмотрим. Вот мы знаем, как возникла земная жизнь. То есть, мы знаем, что есть совершенно точно во Вселенной, есть некий набор условий, которые приводят к появлению разумной жизни. Вот давайте попробуем посмотреть, насколько часто такой набор условий во Вселенной встречается. Очень разные названия использовались для вот этих попыток. И, ну, я говорил, астроботаника, экзобиология, космобиология, ксенобиология, биоастрономия. Но вот теперь на официальном уровне в Международном астрономическом союзе окончательно закреплено название астробиология. Задачи астробиологии таковы. Во-первых, нужно понять, в каких условиях появилась и существует жизнь на Земле, условиях в астрономическом смысле этого слова. Насколько часто такие условия встречаются во Вселенной? И насколько необходимы именно вот такие условия для появления жизни? Возможно ли жизнь в каких-то других формах и каких-то других условиях? Здесь, ну, вот я уже говорил о том, что нам в этих поисках присущ земной шовинизм. Мы ориентируемся исключительно на те условия, в которых обитаем сами. С одной стороны, это несколько суживает область наших поисков, а с другой стороны, тут возникает вопрос, а интересны ли нам цивилизации, которые существуют на какой-то другой основе, в каких-то других условиях. Например, другая химическая основа может означать другой темп жизни. Вот тот темп жизни, в котором мы живем, это темп химических реакций, которые происходят в наших организмах. Заменим химические реакции, получим другой темп жизни. Может быть, получим разумную жизнь или просто жизнь, но говорить с ними будет невозможно. Они будут жить либо гораздо быстрее, чем мы, либо гораздо медленнее, чем мы. И тут возникают как раз такие философские проблемы. А любая ли цивилизация нас интересует? Зачем они нам вообще нужны? Без них вроде тоже неплохо. Но тем не менее, вот что мы можем на сегодняшний день сказать, по крайней мере, с точки зрения, с точки зрения собственной эволюции. Для комфортного существования жизни, а для появления разумной жизни существование должно быть относительно комфортным, потому что это процесс небыстрый, как мы знаем на примере Земли, нужен источник энергии, нужна некая химическая основа, нужен растворитель, который будет способствовать химическим процессам в этой химической основе. Ну и, как мы предполагаем, что, наверное, должна быть какая-то поверхность. Хотя высказывались предположения о том, что жизнь может существовать в открытом космосе, но вот как-то, опять же, из соображений земного шовинизма кажется, что нужно, чтобы было по чему ходить, чтобы могли вырастать более-менее крупные организмы. С источником энергии все более-менее понятно. Это звезда. У нас это солнышко, очень хорошая звезда, не слишком горячая, не слишком холодная, не слишком тусклая, не слишком яркая, в меру активная. В последнее время много говорится о том, что возможны и другие источники энергии, например, приливное воздействие, которое греет недра спутников Юпитера, недра спутников Сатурна. Ну, в общем, не очень понятно, зачем это нужно. Уж, слава богу, чего-чего, а звезд во Вселенной много. Химическая основа. До 1828 года предполагалось, что химическая основа жизни живых организмов отлична от химической основы тех веществ, которые в состав живых организмов не входят. Вот в 1806 году Йонс Берцеллиус, собственно, ввел те понятия, которыми мы до сих пор пользуемся, органическая химия и неорганическая химия, имея в виду, что органическая химия, химия живых организмов, существует отдельно от неорганической химии. Но в 1828 году Фридрих Вёйлер впервые провел химическую реакцию, в которой из неорганического вещества синтезировал органическое вещество. И показал, что органические вещества — это такие же химические молекулы, как и все прочие, но отличающиеся от других молекул. Во-первых, тем, что в них обязательно всегда присутствует углерод, ну и тем, что эта молекула, как правило, очень сложная. И вот с этого времени стало понятно, что химическая основа жизни на Земле — это соединение, в первую очередь, углерода, ну и плюс добавки каких-то других элементов — водорода, кислорода, азота и некоторых других. В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил в процентах массы состоит примерно из вот этих вот химических элементов. Ну и вы видите, вот она, эта первая четверка — это углерод и вода. Химическая основа нашей жизни — это соединение углерода, и это растворитель, который необходим для этой химической основы — это вода. И вот она, эта первая четверка, здесь хорошо видна. Да, ну углерод на самом деле очень удачный элемент для формирования живых организмов. Он обладает необходимыми химическими свойствами. Во-первых, углерод способен образовывать очень сложные разветвленные связи, то есть молекулы на основе углерода могут быть очень сложными, соответственно, в них можно хранить очень значительные объемы информации. С другой стороны, эти связи не слишком прочны, то есть они допускают изменения под воздействием, под какими-то внешними воздействиями, что дает жизнь эволюционировать. Существуют и другие элементы, способные формировать прочные связи, например, кремний, но эти связи оказываются очень прочными, и с ними эволюционировать гораздо сложнее. Я предлагаю время на листание вычитать из доклада. Если мы посмотрим на химический состав Солнца, а у нас есть все основания полагать, что он представителен для Вселенной в целом, ну может быть там вот по тяжелым элементам, тяжелее гелия, какие-то вариации в разы есть, но в основе своей солнечный состав представителен. Это водород, гелий, углерод, неон, железо, ну и так далее. Ну и вот когда мы смотрим на эту табличку, мы видим, что в нашем случае природа не стала особенно заморачиваться. Она составила нас из тех элементов, которых во Вселенной больше всего. Ну, за исключением, конечно, инертного газа гелия, который нужен только, чтобы шарики надувать. Ну или смешно говорить. Листание обратно тоже вычитается из доклада. Итак, наша жизнь — это жизнь на основе углерода. Это жизнь, которая сформирована на основе наиболее распространенных во Вселенной элементов. Каким образом, но каким-то образом все-таки неживое должно было превратиться в живое. Каким-то образом набор самых распространенных элементов должен был сгруппироваться вот именно в те молекулы, которые необходимы для зарождения и поддерживания существования жизни. Здесь, наверное, одними из первых идей относительно этого процесса начали высказывать наш соотечественник, академик Апарин, американец Халдейн. И процесс этот называется абиогенез. То есть мы сначала начинаем с абио, небиологических продуктов, а потом из них получаем какие-то биологические вещества. Проводилось достаточно много экспериментов по выявлению механизмов этой трансформации, но наиболее известными, наверное, являются эксперименты Миллера-Юри, которые проводились с начала 50-х годов. Суть этих экспериментов была очень проста. Миллер и Юри брали какие-то простые химические вещества, которые здесь перечислены, пропускали через них электрический ток, и через 2-3 недели на выходе получали очень большой разнообразный набор сложных органических соединений, аминокислот, сахаров, спиртов и так далее. Предполагалось, что эти условия воспроизводят условия на ранней земле. То есть на раннюю землю попадали какие-то простые химические соединения, и дальше на поверхности земли в каких-то особенно благоприятных местах в результате, может быть, ударов молний начинался вот этот первый этап синтеза органических соединений. Однако на самом деле сейчас мы знаем, что, может быть, ситуация здесь существенно более простая и, можно сказать, радужная. На самом деле первые органические молекулы вне земли были обнаружены еще в 1881 году, точнее, признаки их были обнаружены еще раньше, но вот в 1881 году Уильям Хеггинс, американский астроном, впервые спектральное объяснение кометных хвостов объяснил в терминах наличие в них вот такой вот молекулы С2Н2. И эта молекула на самом деле в 1910 году даже наделала некий цивилизационный шум. В 1910 году Земле предстояло пройти через хвост кометы Галлея, и было довольно много страхов по поводу того, что земная атмосфера будет отравлена. Но все вот это такое цианистое, оно все какое-то нехорошее, и мы все умрем. Но, правда, не сбылось. Но, тем не менее, уже, можно сказать, какие-то первые признаки внеземной органики были получены. В 1937 году признаки наличия в межзвездной среде соединений углерода, правда, очень простых, были получены по наблюдениям в оптическом диапазоне. Но настоящий рассвет исследования молекул вне пределов Солнца начался опять же после того, как в распоряжении астрономов появились радиотелескопы. В 1949 году Иосиф Шкловский написал статью о том, что мы можем в радиодиапазоне искать спектральные линии, связанные с молекулами. Надо сказать, что его эта проблема тоже интересовала в значительной степени как средство контакта со внеземными цивилизациями. Второй по очевидности после водородной линии на 21 см, можно считать линию молекулы гидроксила, молекулы OH на 18 см, которую тоже можно считать неким средством для межзвездной связи. В 1963 году была обнаружена линия гидроксила. В 1968 году было обнаружено излучение воды и аммиака. В 1969 году уже не в Солнечной системе, а в межзвездном пространстве, была обнаружена органическая молекула, молекула формальдегида. И дальше этот процесс пошел. Примерно по нескольку молекул каждый год новых в межзвездной среде открывается. Ну и вот даже по этой путанице букв, среди которых очень часто попадаются буковки С, 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 видно, что в значительной степени открываются сложные органические соединения. Вот так на сегодняшний день выглядит их список. Самая большая молекула, которая была уверенно открыта в межзвездной среде, самые большие молекулы состоят из 12 атомов. Некоторое время открытой считалась вот такая молекула HC11n. Это цепочка из 11 атомов углерода и на концах водород и азот. Но ее некоторое время назад закрыли. Так что она пока тут в этом списке присутствует напрасно. Ну и видно, что все, что содержит более 5 атомов, молекулы более чем 5-атомные, это все молекулы органические. Среди них даже присутствуют социально значимые молекулы. Открытие некоторых органических соединений даже в желтой прессе находило свое отражение. Вот это вот заметка из какой-то английской газеты, которую я почерпнул с сайта одного из отцов исследования межзвездных молекул, Тома Миллера. Ну понятно, что тут всякие мировоззренческие аспекты газетчиков мало волновали. Их в основном волновало, сколько же это можно пить. Те молекулы, о которых я сейчас говорил, это молекулы надежно идентифицированные. Чем сложнее молекула, тем хуже она поддается идентификации. Мы знаем, что в межзвездном пространстве присутствуют и более сложные органические молекулы, в том числе молекулы полимерные. Но здесь с идентификацией конкретных молекул обстоит все достаточно сложно. Тем не менее, мы знаем, что в космосе, в межзвездном пространстве присутствуют ароматические соединения. Ароматическими соединениями называются соединения, которые составлены из некоторого количества молекул бензола. Молекула бензола — это такая уникальная молекула, молекула в форме колечка. И с ней мы в обыденной жизни встречаемся довольно часто, но всегда по каким-то печальным поводам. Это либо дым, либо табачный дым. Мы не знаем, какого вида ароматические молекулы присутствуют в космосе. Самый простой вид — это так называемые полициклические ароматические углеводороды. Это молекулы, которые из молекул бензола как плиткой выложены. Почему они ароматические? Понятно, если я скажу название самой простой молекулы из этой группы, из двух бензольных колечек — это нафталин. Они ароматические, потому что они пахнут. В земных условиях не всегда приятно. Помимо вот таких вот циклических ароматических соединений полимерных, есть признаки существования вот таких вот не плоских, а замкнутых структур, которые называются фуллеренами. Это тоже либо шестиугольники, либо пятиугольники, каким-то образом соединенные. Вот такие вот шарики, еще их называют бакеболы. Когда эти шарики были обнаружены в межзвездной среде, вот тогда два романтика Фред Хойл и Чандровик Хромосинг высказали вот то предположение, которое я уже упоминал, что это не молекулы, это каркасы микроорганизмов, которые существуют в межзвездной среде, ну, время от времени помирают, и мы в этом случае остатки вот этого их скелета видим. Но никого они, к сожалению, таким образом не убедили. Откуда берется все это шикарное разнообразие? То есть мы в 1953 году ставили какие-то сложные эксперименты, чтобы воспроизвести органическую химию. Я без 15 начал, я говорю полчаса. Хорошо. Ну, тогда я, пожалуй, пропущу эту часть. То есть, да, в 1953 году довольно сложный эксперимент нужен был для того, чтобы синтезировать органику. И вдруг оказывается, что ее полно во Вселенной. Ну, вот сейчас существует такая наука астрахимия, которой я, собственно, и сам занимаюсь, которая показывает, что на самом деле в космосе есть места, где это все довольно хорошо происходит. Это так называемые молекулярные облака. Вот так вот распределены молекулярные облака в плоскости Млечного пути. Довольно большие. Среди них попадаются с массой в несколько миллионов масс Солнца. Размеры десятки парсеков. Чем молекулярные облака интересны? Да, ну вот у нас сейчас есть некоторые указания на то, что как минимум до аминокислот органический синтез там доходит. Интересны они тем, что молекулярные облака — это именно те места, где формируются звезды и где формируются планетные системы вокруг них. То есть та органика, которая формируется в межзвездном пространстве, потом неминуемо попадает в состав формирующихся планетных систем. Это просто вот один единственный генетический сценарий. И потом эта органика может попасть в протопланетный диск, о которых я вчера говорил, и попасть на поверхности планет, которые в этих протопланетных дисках образуются. Правда, у нас сейчас немного есть прямых свидетельств того, что в протопланетных дисках органика присутствует. Наблюдать там молекулы очень сложно. Но вот среди того списка молекул, которые в протопланетных дисках обнаружены, тоже, по крайней мере, простенькая, но органика обнаруживается. А время на перелистывание вычли? Про другие протопланетные диски мы знаем плохо, но мы знаем, что органики очень много в солнечной системе. Очень многие тела солнечной системы на дальних окраинах особенно окрашены в такой вот характерный красный цвет. И для названия тех химических веществ, которые дают эту красную окраску, используется сейчас термин «толины». Это такой некий комплекс, такая липкая гадость красноватая на поверхностях космических объектов, которая состоит из смеси большого количества сложных органических соединений. Ну вот даже на Плутоне вот эта вот красноватая окраска — это они, это органика, толины. Ну и, конечно, ярким свидетельством обилия органики в солнечной системе являются метеориты, конкретно некий их класс, который называется углистыми хондритами. Углистые хондриты содержат в себе очень богатый комплекс органических соединений, тут и аминокислоты, и ароматические углеводороды, и прочее-прочее разнообразие, причем совершенно точно это разнообразие, которое приходит оттуда. Поначалу высказывались предположения, что органика и метеориты загрязняются уже на Земле. Это не так. Это все содержится уже в межпланетном веществе и перемешано с большим количеством воды, то есть на Землю с метеоритами летит и органика, и растворители. Поверхность. Для того, чтобы понять, можно на данной планете, то есть даже мы туда доставим органику, доставим воду, что-то получится хорошее или нет, используется такое понятие, как зона обитаемости. Это диапазон расстояний до центральной звезды, внутри которого возможно на поверхности планеты существование жидкой воды. Это такой шаткий критерий, критерий, пропитанный земным шовинизмом, но это лучшее, что у нас есть. В Солнечной системе, как это ни странно, в зону обитаемости попадает Земля. У тусклых звезд зона обитаемости расположена ближе к звезде, у ярких звезд она расположена дальше от звезды. Почему это такое шаткое понятие? Потому что зона обитаемости формулируется, исходя из наших собственных предпочтений, например, по температуре, по давлению. Но мы даже на Земле знаем, что существуют организмы, способные существовать и при более высоких температурах, и при более низких температурах, и в средах с высокой кислотностью. Даже и среди человеческих экземпляров попадаются такие экстремалы. Если более широко подходить к понятию зоны обитаемости, то мы можем в нее включить Марс. На Марсе, возможно, в современных условиях существование жидкой воды, в принципе, нельзя исключить наличие каких-то небольших сообществ микроорганизмов, особенно оставшихся с далекой, более теплой эпохи в истории Марса. Но никаких свидетельств того, что там что-то такое есть, у нас нет. Но вот был некоторое время назад, в 1996 году, шум, связанный с метеоритом, вот с таким вот романтическим названием. Это метеорит, прилетевший к нам с Марса, и в нем были обнаружены вот такие вот некие структуры, которые американский ученый Маккей счел ископаемыми остатками марсианских живых организмов. Подобные предположения о метеоритах высказывались и нашими российскими учеными, но никого они, опять же, не убедили. Экстремальные утверждения требуют экстремальных доказательств, а все эти структуры допускают небиологическое толкование. Ну и понятно, что биологическое толкование должно быть последним в череде объяснений, которые мы выдвигаем. Ну и ладно, я заканчиваю. А сколько я на листание слайдов потратил времени? Вот это на вопросы мы как раз прибавим две минуты. Да, давайте я тогда это пропущу и оставлю выводы. Организаторы меня предупредили, что без 15 никого не должно быть в зале. У нас еще один доклад. Значит, что мы на сегодняшний день можем сказать? Ну ладно, я уже пролистал вперед. Ну ладно, давайте тогда еще немножко поговорим. Да, ну в общем с марсианским метеоритом, с жизнью в марсианском метеорите все так и закончилось. Для всех этих структур нашлись небиологические объяснения, и в общем сейчас это уже история. Другие тела солнечной системы, они выходят за пределы солнечной зоны обитаемости, но тут можно вспомнить как раз о том втором альтернативном источнике энергии. Это приливное воздействие Юпитера и Сатурна. Два спутника, Европа и Энцелад. Оба отличаются одной и той же особенностью. Их поверхность очень молодая, на ней практически нет кратеров. Это говорит о том, что поверхность постоянно омолаживается. Это говорит о том, что присутствует некое подобие тектонической активности. Тектоническая активность предполагает жидкую подложку под твердой корой. Кора Европы и Энцелада состоит из водяного льда. Ну и естественно предположить, что магма в этой структуре это жидкая вода. Значит что мы получаем? Мы получаем, вода есть, энергия есть, поверхность есть какая-то вот там внутренняя под этим океаном, органики полно. То есть в принципе присутствуют все слагаемые для того, чтобы жизнь появилась. Правда тут есть проблема, как ее обнаружить. И вот здесь предпочтение отдается все-таки Энцеладу, потому что на Энцеладе очень развит так называемый криовулканизм. То вещество, которое содержится в подлёдном океане, через трещины вырывается наружу и для того, чтобы анализировать его состав, в том числе и на предмет наличия каких-то микроорганизмов, не нужно ничего бурить. Достаточно просто подлететь туда с соответствующим оборудованием и проводить анализ. Вне солнечной системы что мы можем сказать? Мы знаем сейчас огромное количество экзопланет, правда поначалу они в зоны обитаемости не очень попадали, но теперь мы знаем довольно много экзопланет, несколько десятков по разным критериям, которые попадают в зоны обитаемости у своих звезд. Правда тут тоже возможны разные тонкие варианты, как например вот эта звезда, вот эта планета возле этой звезды. Она вращается по довольно вытянутой орбите и в зоне обитаемости находится только часть своего орбитального периода, то есть как в этом случае жизнь себя поведёт, это тоже надо думать. Ну вот нам повезло, в зоне обитаемости находится планета земного типа у ближайшей к нам звезды, у Проксимы. То есть если мы когда-то надумаем лететь и проверять, что на самом деле зона обитаемости означает, далеко лететь нам не придётся. Ну вот ещё одна недавно прозвучавшая в новостях планетная система. Первая планетная система, названная в честь пива, трепест, вот в ней открыто 7 планет и 3 из них попадают в зоны обитаемости. Правда, тут есть некий нюанс относительно планет у красных карликов. Красные карлики — это звёзды, обладающие мощной вспышечной активностью, и хотя в обычном состоянии звезда именно нужное количество энергии поставляет на планету, во время вспышек она может эту планету стерилизовать. В общем, есть ещё некоторые нюансы, которые говорят о том, что попасть в зону обитаемости далеко недостаточно для того, чтобы сложились условия для появления жизни и уж тем более жизнеразумной. Что мы можем выяснить на расстоянии? Существует ли у нас какой-то способ, не подлетая к планете, разобраться, есть на ней жизнь или нет? Существует такое понятие, как биомаркеры. Это некие признаки, наблюдаемые признаки планеты, которые могут свидетельствовать о том, что на ней есть жизнь. Первая группа признаков — это признаки, связанные с атмосферным химическим составом. Существуют некие газы, которые в химически равновесной атмосфере наличствовать не могут. И это в первую очередь молекулярный кислород и метан. У нас на Земле в атмосфере присутствует и то, и то, и то, и то, и то, и как мы предполагаем, они имеют в значительной степени биологическое происхождение. Если мы в спектрах атмосферы какой-то другой планеты увидим молекулярный кислород и метан, это тоже общий способ найти какие-то признаки жизни на ней. Хотя, опять же, существуют теперь многочисленные расчеты, которые показывают, что молекулярный кислород при некоторых условиях в атмосфере может появляться небиологическим путем. Свойства поверхности. Например, блики на поверхности океана или изменения цвета поверхности, связанные с сезонными изменениями в растительности. Ну и периодичность этих изменений, если бы мы наблюдали за Землей, то мы видели бы, что цвет поверхности изменяется в зависимости от ее положения на орбите. К сожалению, возможности обнаружения всех биомаркеров на сегодняшний день у нас весьма ограничены. Тут большие надежды связываются с телескопом Джеймса Уэбба. Ну вот для планет TRAPPIST-1 проводилось моделирование, связанное с попытками обнаружить озон в ее атмосфере. Ну и вот видно, что для того, чтобы здесь линиями показаны теоретические предсказания, а вот эти разбросанные линии — это моделированные наблюдения на телескопе имени Джеймса Уэбба. Ну и вот наблюдение 30 затмений в этой системе не дает практически никакой информации. Хоть что-то внятное можно начинать увидеть, пронаблюдав 60 прохождений каждой из этих планет по диску своей звезды. Это очень большое время. И, в общем, не факт, что оно программным комитетом телескопа Джеймса Уэбба будет выделено. Тем более, что, в общем, непонятно, что дальше делать. Ну и, наверное, на этом я уже почти закончу. Еще только одно маленькое такое резюме. Когда мы начинаем рассуждать о необходимых условиях появления и длительного существования жизни на Земле, мы получаем, что Земля находится в очень удобном месте, в очень удобном окружении. У нас есть Луна, которая стабилизирует вращение Земли, не дает оси вращения болтыхаться в пространстве, как это, возможно, случилось с Марсом. У нас есть Юпитер, который очистил внутренние области Солнечной системы от всяческого мусора, который мог бы бомбардировать Землю и тоже создавать для жизни проблемы. Нам попалась очень удачная звезда. В межзвездной среде наше расположение очень удачно. Мы далеко расположены от плотных молекулярных облаков, столкновение с которыми тоже, в общем, неприятный фактор. В галактике мы расположены далеко от тех мест, где взрываются сверхновые, где происходит активное звездообразование. Тоже тут с этой точки зрения. Чем тише, тем лучше. Есть некоторые работы, которые говорят, что и галактика нам попалась не вполне особенная, а такая очень-очень спокойная галактика, без всяких эксцессов, в отличие, например, от Туманности Андромеды, жизнь которой была существенно более бурной в этом отношении, с многочисленными столкновениями с другими галактиками. В общем, что тут можно сказать, что слайд не листается. Пока все те множители в уравнении Дрейка, для которых мы сумели получить значение, получают значение довольно оптимистически. Планеты — это правило, а не исключение. Воды много, подходящих звезд много, органики много, но по-прежнему нам сложно сказать, каков будет в уравнении Дрейка окончательный ответ. Спасибо. Вопросы? Если взять технически развитую цивилизацию, такую же, как наша, она с какого расстояния увидит жизнь на нашей планете? То есть с какого расстояния можно это обнаружить? Через радио, не знаю, может атмосферу на фоне Солнца? С расстояния примерно 60 световых лет. Потому что мы примерно 60 лет назад начали светить. Ну, в радиодиапазоне, да. То есть наше излучение, оно далеко не распространилось. Ну, если говорить о цивилизации, которая похожа на нашу, то это несколько десятков парсеков, не более. То есть вот даже сейчас у нас есть, будет James Webb телескоп, и мы должны будем несколько, ну, 60-90 затмений в одной планетной системе наблюдать, и тогда мы, может быть, сделаем вывод, что в ее атмосфере есть озон. Это расстояние 40 парсек. Вот, не дальше. Ну, если они технологически существенно более развиты, может, они уже здесь. Вы говорили, что в прошлом ученые наблюдали некие каналы на Марсе, а сейчас, получается, на Марсе, ну, мы не наблюдаем этих каналов. Что это было? Может, какой-то эффект или они на самом деле были? То есть они были продолжительное время, а сейчас их нет. Как-то, что это может быть? По всей видимости, Скиапарелли и Ловел рисовали карты своих иллюзий. То есть там вообще все по-другому. На Марсе есть детали рельефа многочисленные и очень разнообразные. То есть они этого не наблюдали через телескопы и остальные приборы? Но они их не видели. На самом деле, в лучших условиях мы на Марсе можем видеть в телескоп Земли детали размером несколько сотен километров. Мы ничего более мелкого видеть не можем. Ну и, видимо, они просто вот это все дорисовывали у себя в голове. Понятно, спасибо. Какие еще существуют планеты такого формата? Угадал? Нет. Ну давай. У меня есть такой вопрос. Какова точность уравнения Дрейки? У него вообще нет точности. От нуля до бесконечности. Он просто перечислил факторы, которые на это влияют, а точности у него нет. Есть ли какие-то представления, наработки о неорганической жизни, там, не знаю, силиконовой или, как понимаете, еще кремниевой? Ну, работа есть, но я хотел бы еще раз подчеркнуть тот факт, на который я уже обратил внимание. Мы состоим из самых распространенных элементов во Вселенной. Других элементов просто меньше. Дальше. У кремния есть одно неприятное свойство. Оно на самом деле есть и у углерода. И углерод, и кремний, и кремний способны формировать очень прочные оксиды. В случае углерода это СО, в случае кремний это силициума-2. Но поскольку углерода больше, и его количество сопоставимо с количеством кислорода, то даже после формирования молекулы СО остается много свободного углерода для того, чтобы входить в более сложные соединения. Кремния мало по сравнению с кислородом, и он у нас на Земле, например, практически весь уходит в оксиды. И для жизни просто ничего не остается. Я бы хотел узнать, вы все-таки относите себя к оптимистам или к пессимистам? Найдем мы когда-нибудь? Нет никаких предпосылок к тому, чтобы жизнь во Вселенной существовала в единственном экземпляре. То есть еще раз, вот мы идем по уравнению Дрейка, по этим множителям, тынц-тынц-тынц, пока все вот хорошо. То есть там все вероятности, они как-то возле единицы получаются. Ну дальше там начинается вот эта пакость, сколько разумной жизни. Но я думаю, что вот не разумная, а просто жизнь во Вселенной должна быть довольно-таки распространена. Да. Теперь есть. Теперь есть. Ну все, похоже, да, вопросов у нас больше нет. Спасибо. Поблагодарим докладчика за интересный цикл докладов.